Внеплановые проверки связаны с печальными событиями, которые произошли недавно в Перми. Такое поручение накануне дал директор окружного департамента образования и молодёжной политики Алексей Дренин. Комиссия в составе шести человек тщательно осматривает детские сады и школы на предмет антитеррористической защищённости. Управление образования и антитеррористическая комиссия уделяют внимание в основном наличию паспорта безопасности, наличию устранённых или неустранённых нарушений, которые выявлены в ходе последнего обследования объекта. Кстати сказать, последнее обследование это было у нас в июле. Шла проверка к приёмке объектов к новому учебному году. Комиссия интересует всё, начиная с ограждения и камер, и заканчивая документами. Проверяли сотрудников службы охраны. Они должны знать алгоритм действия во время чрезвычайной ситуации. Смотрели оснащённость учреждения техническими средствами – видеокамерами, металлодетекторами, охранной сигнализацией, тревожной кнопкой. Изучали даже состояние информационных стендов, актуальность информации, размещаемой на них, и телефоны экстренных служб, чтобы всегда были на виду. Я считаю, такие проверки обязательно нужны. Учреждения с массовым пребыванием ответственность большая, поэтому контролирующие органы должны быть в курсе всех мероприятий, проводимых на объектах. В школе номер пять установлены арочный металлодетектор и новый терминал распознавания лиц. Все сотрудники сейчас заходят в школу без карточек. Достаточно лишь посмотреть в экран, и лицо будет осканировано. Здесь также были проверены все камеры и работа сотрудников частных охранных предприятий, а также необходимая документация. Осмотр ограждения проведён по всему периметру. Все объекты образования в городе Югорске соответствуют предъявляемым требованиям с небольшими нарушениями, например, такими, как устаревшие видеокамеры. Их постепенно старые камеры, которые были установлены лет 10-12 назад, требуют модернизации, что и происходит планово. Всего нужно проверить 19 учреждений дошкольного и школьного образования в течение двух дней. Елена Бородина, Михаил Зевахин, Югорск ТВ В этом году Ксения Соболева пошла первый раз в первый класс. Она хоть и живёт в двух шагах от школы, знает, как переходить дорогу безопасно. Я считаю, что все дети и взрослые должны носить светоотражающие значки и наклейки, чтобы машина увидела вовремя ребёнка или взрослого и приостановилась. Зачастую вечерние аварии с участием пешеходов или велосипедистов происходят именно потому, что их водители видят в последний момент. Отправляя ребёнка в школу на спортивные занятия или просто погулять, нужно быть уверенным, что он не только знает правила дорожного движения и умеет безопасно самостоятельно передвигаться по городу, но и то, что он будет заметен водителем не только днём, но и в вечернее время. Отличными помощниками в этом служат одежда и светоотражающие ткани. Ребёнок буквально светится в темноте, как только оказывается в радиусе светофар. Также эффективны специальные наклейки, браслеты, ленточки и брелоки. Хотелось бы, чтобы у всех детей, даже взрослых пешеходов, у нас были светоотражающие элементы. Световой день у нас всё короче и короче с каждым днём, и водителям всё труднее и труднее замечать пешеходов на дороге. То есть такие светоотражающие элементы помогут водителям определить быстрее пешехода, даже велосипедиста, либо самокатчика. Приобретая своему ребёнку вещи на зиму сейчас, хотелось бы, чтобы родители обратили внимание на вот такие вот элементы на одежде, и чтобы их у ваших детишек было как можно больше. Вы используете светоотражающие элементы для ребёнка? Да, вот, на куртке, на портфель. У нас портфель используем. В темноте видно, мы проверяли. Даже эксперимент проводили. Ну, пока нет. А почему? Ну, днём как бы сейчас не нужны они, наверное. А по вечерам ребёнок не гуляет? Ну, по вечерам гуляет, но в другой куртке со светоотражающими. А, на другой куртке есть? Ну, конечно. Вы сами проверяли, они светятся, видно ребёнка в темноте? Да, светятся. Вот они у нас на рюкзаке везде есть. А куда крепите их? Везде. Чтобы видно было везде. Прям светится ребёнок, да? Да. Обклеиваем куртку, рюкзак, всё обклеиваем. Анна Корязина, Андрей Бучинский. Специально для новостей. Минсельхоз страны установил новые правила рыболовства. Они относятся к западно-сибирскому рыбохозяйственному бассейну. Разрешена любительская промышленная добыча. Также ловить можно для ведения традиционного образа жизни. Что касается юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, то по закону им нельзя рыбачить без разрешения и распределённых квот вылова. Недопустимо использовать звуковые колебания, электрический ток и взрывчатку. Есть ряд прочих ограничений, с которыми можно ознакомиться в приказе министерства. Также в осенний период в Югре запрещена добыча водных ресурсов в промышленных целях. Например, на реке Северная Сосева, включая её протоки до деревни Хулимсунт. Запрет действует с 10 августа по 5 ноября, сообщается на сайте правительства округа. Здесь будет у меня телевизор висеть, здесь у меня будет шкаф стоять, но здесь, конечно, стол будет стоять, на столе будут цветы у меня будут стоять. С вручением ключей для Валентины Меличкиной закончилось долгое ожидание длиною в полвека. Нягонка прожила в старой деревяшке 50 лет. Пенсионерка получила двухкомнатную квартиру в новом доме 10 микрорайона. Сейчас она мечтает, что жизнь её кардинально переменится. Сколько перемерзало. Спали в последний раз даже одетые, ходили в валенках. И вот так, наконец-то, получили хорошие квартиры. Уютная квартира на девятом этаже скоро наполнится жизнью. Чита Щегловых готова сюда переехать в ближайшее время. Получить ключи от благоустроенного жилья – это счастье, признаются новосёлым. Конечно, очень довольны. Мы ждали 12 лет этого переселения. Дом у нас уже аварийный, старый. На первом этаже мы жили очень холодно. У нас двое маленьких деток. Естественно, холодно. Теперь здесь, надеюсь, будет очень тепло, светло. Ну и в центре города, конечно. Очень хорошо. Квадратные метры в новостройке сегодня получили 20 семей. Переселение нягонцев из аварийного жилфонда в муниципалитете осуществляется в рамках муниципальной программы улучшения жилищных условий населения. Программу расселения и сноса аварийных домов, признанных до 1 января 2017 года, нягонь эту программу выполнила, справилась успешно и с опережением досрочно. С начала года уже расселены 10 аварийных домов, 130 семей отпраздновали новоселье. В списке очерёдности сноса жилых домов более 150 деревяшек. Если из окружного бюджета будут выделены дополнительные средства на расселение аварийного жилья, то до конца года список счастливых новоселов пополнится. Анжела Менченкова, Евгений Несмеянов, Нягонский телеканал, специально для телеканала Югра. В Покачах все 56 многоквартирников и 44 объекта социального значения подключили к отоплению. Старт кампании по обогреву на котельной дали 1 сентября. Поэтапно тепло поступало в школы, спортивные и другие учреждения города, в том числе и детские сады. Эта футболка у Нади Лабун самая любимая. Она напоминает ей о недавнем путешествии. Девочка отдыхала вместе с родителями на море. За окном осень, но когда вспоминаешь о лете, становится теплее. В бассейн ходила. Там было три бассейна. Один большой и два маленьких детских. На море медуз было много. Несмотря на осеннюю прохладу за окном, в группе детского сада тепло, как на море. Отопление дали 6 сентября, а потому Надя может ходить в любимой футболке. За температурным режимом следят старшие воспитатели. Проветривают группы строго по расписанию. Оказывается, это целая наука. Существует несколько видов проветривания, допустимые для дошкольного учреждения. Это сквозное проветривание, конечно, когда открываются окна, двери во всех помещениях, но оно недопустимо в присутствии детей. И угловое проветривание, и одностороннее проветривание. То есть, если проветриваем спальню, в это время дети находятся в игровой, закрывается окно, соответственно, открывается дверь в игровую. Контролируется температурный режим в зависимости от возраста воспитанников. Чем они младше, тем в группе должно быть теплее. Так, ребятам из самых младших групп положен климат на 1 градус выше, чем детям среднего возраста. То есть, в яслях должно быть 23 по Цельсию. Кстати, такая же температура считается нормой и в жилых домах. За отопление объектов в социальной и жилищной сферы в Покачах отвечает городская котельная. Помимо основных мероприятий, которые ежегодно выполняются, а это подготовка и ревизия насосного оборудования, теплообменного оборудования, котельного оборудования. В этом году была проведена экспертиза промышленной безопасности котельного и вспомогательного оборудования. Сегодня на городской котельной работает два котла. Этого вполне достаточно, чтобы снабжать все жилые и социальные объекты теплом. Третий запустят после похолодания на улице до минус 10 градусов. Но и рекордные морозы Покачам не страшны. Полной боевой готовности 8 котлов, а значит зима в самом юном городе Югры должна быть теплой, несмотря ни на какие прогнозы. Ксения Еланская, Дмитрий Огородников, телерадиокомпания «Ракурс». Город Покачи специально для телеканала «Югра». Около 340 жителей города приняли участие в масштабных субботниках. Уборки прошли на реках Рязанский Йоган и Обь, а также на захламленных городских территориях. Площадь составляет, ну, обычно мы старались прибирать около 100 гектар. Я думаю, по итогам года у нас цифра будет около 170 гектаров. И более 5000 человек, участников непосредственно общегородских мероприятий. Если к этому приплюсовать еще муниципальные учреждения, все школы, детские сады, и когда организации выходили прибираться у себя, здесь, я думаю, цифра будет раза в два больше. Коллективы более 20 организаций приезжали убирать территории города. Некоторые из участников приходят на субботники регулярно. Для некоторых это возможность показать, что в первую очередь человек ответственен за оставленный мусор. Я считаю, что субботники – это важно. И в нашем предприятии это уже как бы традиция, можно так сказать. Не первый год проводятся у нас такие мероприятия. Выезжаем, убираем территории. Это же общественная гражданская позиция. Заставила прийти любовь к нашей природе, потому что она у нас красивая. Если за ней не ухаживать, то можно испортить на многие годы ее. Иду по улице и постоянно натыкаюсь на мусор. И это же выглядит не очень красиво. И поэтому охота как-то это прибраться за людьми и показать то, что так и надо делать, поставив им себя в пример. Субботники я посещаю стабильно раз 5-6 в год, потому что я учусь на эколога, и мне вся эта тема интересна. Всего в городе убрано 19 346 квадратных метров общественных территорий, очищено почти 2 километра береговых полос. Мероприятия прошли в рамках нацпроекта «Экология», а также при поддержке гражданского проекта «Сделаем». Николай Терещенко, Роберт Шарифьянов, телеканал «Самотлор». Чудеса, они есть, они сбываются. Вячеслав Антропов до сих пор не может поверить своему счастью. Он стал обладателем новенького авто. А ведь этого могло и не случиться, рассказывает герой. На самом деле все так смешно получилось. Сын увидел после викторины смс-код, что нужно активировать. Посчитал, что это какой-то спам, либо еще что-то такое. И удалил его. И сказал мне, я удалил. Сначала этому не придали особого значения. Но потом, когда в викторине супруга Вячеслава выиграла сертификат на 1000 рублей, решили восстановить код. Удалось. Пришел активировать уникальный номер всего за 5 минут до завершения работы контролера. В первые секунды я сначала не поверил этому. Но когда увидел радость сотрудников избирательного участка, они начали меня поздравлять. Тогда я понял, что это действительно. И я выиграл хороший приз. Получить ценный приз мог любой желающий. Необходимо было поучаствовать в викторине «Энергия развития Югры» и ответить на 10 вопросов об истории развития нефтегазового дела в регионе. Позже активировать код у контролеров. Призы совершенно разные. Одни выигрывали брелки. Ну, в принципе, мелочь, но очень приятно. Это будет на очень длинную память о том, что я играла в лотерею, что-то выиграла. Приятно получать небольшие сувениры. Останется на память символика игры. Другие получили сертификаты в популярные гипермаркеты. Сертификат на «Азон» на 1000 рублей. Еще сотни урайцев стали обладателями сертификатов на посещение городских объектов культуры и спорта. Ольга Ускова, Александр Усков. Специально для новостей. Все больше врачей трудоустраиваются в югорские клиники. К примеру, в Нягоне появился еще один кардиолог. Это востребованный специалист, так как в городе достаточно много пациентов нуждаются в консультации и лечении у доктора такого профиля. Молодой специалист получит единовременную денежную выплату, а также компенсацию части аренды за жилье, сообщает окружной департамент здравоохранения. А в Агирише советского района появился педиатр. Это значимое событие для жителей. Такого врача в амбулаторию искали более полугода. Рабочий день врача-педиатра начинается в 8 утра. К этому времени в коридоре уже есть маленькие пациенты. За смену педиатр принимает по 15-20 детей. Я вижу результат работы. Я понимаю, чего я хочу. Я доношу до родителей, умею договариваться. Когда мы вместе работаем, то выздоровление. Потому что это дорогого стоит видеть здорового ребенка. Я здесь на удивление. Вот такое впечатление, что я из долгого отпуска вернулась. И все, как будто я не уезжала. Советский район для Татьяны Александровны место не новое. С 2003 по 2013 годы она работала в районной больнице. Потом в течение 7 лет лечила детей в Нефтеюганске. И сейчас вновь вернулась сюда, уже в амбулаторию Агериша. Чему не сказано рады мамы малышей. Мы, конечно, очень рады, что у нас появился теперь врач. Приятная женщина. Пока ничего больше не могу сказать. Дальше видно будет. Это очень хорошо. Потому что даже ребенок маленький заболел. Не дай бог что, осложнение. Это очень страшно. Врача-педиатра в Агериша не было с начала года. Прием маленьких пациентов здесь вели специалисты. Советской районной больницы выезжают в поселение в определенные дни. С приездом детского доктора поселковая амбулатория укомплектована кадрами на 100%. Казалось бы, не очень долго, но для поселения, где каждый врач у нас в единственном числе, это значимо, это ощутимо. И, конечно, та помощь, которая оказывалась в виде регулярных выездов врачей-специалистов из Советского, она совсем не заменяет постоянного участкового доктора. Поэтому и для нас, и для жителей Агериша, конечно, это событие. Татьяне Александровне предстоит большая работа. Она будет следить за здоровьем более чем 300 детей Агериша. А с многолетним стажем обязательно найдется рецепт и добрые слова для каждого ребенка. Галла Рублевская, Иван Лободин, Телеканал Первый Советский. В Лангипасе открыли ПЦР-лабораторию. Раньше жителям Лангипаса и Пакачей для того, чтобы пройти тест на ковид, приходилось обращаться в медучреждения Нижневартовска и Сургута. Теперь такой необходимости нет. Лабораторию оборудовали в бывшем здании Центра профилактики СПИДа. По соглашению между правительством Югры и компанией Лукоил, помещение капитально отремонтировали и закупили медицинское оборудование. Затраты составили почти 14 миллионов рублей. Пока исследования проводят в тестовом режиме. Планируется, что через три недели здесь будут диагностировать не только коронавирус, но и грипп, разного рода пневмонии, клещевой энцефалит. А также проводить исследования по профилактике и своевременному лечению онкозаболеваний. Лаборатория сейчас рассчитана на 65 тысяч жителей округа. Это город Лангипас и город Пакачи суммарно. Планируем, что будет доходить до 40 тысяч исследований в год. При этом ежедневно нагрузка на лабораторию будет составлять 150 тестов. Это в одну смену. При необходимости количество смен может быть увеличено до трех, и потребность, соответственно, тоже будет увеличена в три раза. Специалисты прошли специальную подготовку теоретическую, и все, кто планировался к работе в этой лаборатории, они на практике прошли обучение в городе Ханты-Мансийске, и на сегодняшний день полностью готовы к выполнению этого вида работы. Хорошая новость для владельцев четвероногих. Теперь путешествия для них станут еще приятнее. Ютейр разрешил перевозить кошек и собак на пассажирских креслах. Любимый питомец может выседать рядом с хозяином на месте у окна. Таким образом, пассажиру необходимо покупать два авиабилета, не позднее, чем за двое суток до вылета. Для безопасности на борту питомцам потребуется жесткий контейнер с надежной задвижкой. Габариты клетки должны позволять зверю встать в полный рост, повернуться вокруг себя. Вес животного вместе с переноской не может превышать 20 килограммов. Стоит отметить, что питомцев-поводырей авиакомпания перевозит бесплатно. Более сотни новых экспонатов с начала года передали в фонды этнокультурного центра Белоярского жители города и района. Большинство из них родом из советского прошлого. Это нагрудные значки, швейные машинки, магнитолы, исторические документы и фотографии. Есть и совсем необычные предметы. Как, например, детское мыло, уцелевшее в домашних запасниках из 40-х годов прошлого века. Всего же в фондах центра находится более 8 тысяч экспонатов. Коллекция пополняется новыми предметами, что-то закупает этнокультурный центр. Но большинство дарят местные жители. В конце года работники музея откроют экспозицию по итогам акции дарения и наградят лучших благотворителей. Принесли большой, огромный пакет. Я сначала не совсем поняла, что там, потому что достаточно выглядело это внушительно. Это был ковер ручного. Он вышит вручную. Это вышивала их прабабушка. Шила она этот ковер 4 года. И вот они принесли. Он сейчас как раз-таки представлен здесь. Можем его пощупать, посмотреть. Те, кто занимается спортом уже не первый год, с сентября возобновляют свои тренировки. А для ребят, которые только выбирают подходящую секцию, в спортивной школе Нижневартовского района открыт набор. Занятия здесь проводятся по самым разным направлениям. Есть как командные, так и индивидуальные виды спорта. Арина Мартынова прыжками на батуте занимается уже 4 года. За это время научилась выполнять немало сложных элементов. Увидела по телевидению, как занимается, понравилось, тоже захотелось попробовать. Я умею связки делать, полвинта сальто назад, например, сальто назад винт, полтора. Пытаюсь делать два винта вперед и винт назад. Занятия в секциях ведут преподаватели высшей категории. С новичками тренеры приступают к работе постепенно, добавляя с каждым разом все более сложные упражнения. Мы им не даем сразу тяжелые упражнения, легкие упражнения, акробатические. В основном дети шести лет, они начинают с акробатики, с растяжек. Вот такие вот упражнения. Приемы у них начинаются через два года уже. Девятилетний Ахмедхан с увлечением рассказывает о том, как проходят его тренировки. В секции греко-римской борьбы он занимается два года. За это время мальчик не раз выступал на соревнованиях и занимал призовые места. Однажды я получил за два дня первое место. Когда я выходил на ковер и дрался, я всегда получал победу. Из боевых видов спорта помимо греко-римской борьбы в спортивной школе Нижневартовского района преподают также бокс и самбо. Регулярные тренировки в этих секциях повышают ловкость, силу, выносливость и в конечном итоге укрепляют здоровье. Всесторонне развитые ребята у нас. То есть у нас есть и гимнастика, есть акробатика, есть силовые упражнения. Ну, то есть все физические качества, ну и морально-волевые тоже развиваются в нашем виде спорта. Поэтому ждем всех детей. У нас проводится набор в нашу спортивную школу. Дети с 7 лет, мы набираем мальчиков и девочек, ждем на тренировке. Забивать красивые голы и виртуозно владеть мячом можно научиться в секции мини-футбола. На тренировках юных спортсменов учат играть на любой позиции и быть универсальным игроком. Артем Куснулин сначала просто играл в футбол во дворе. Теперь решил заняться таким видом спорта всерьез. Пошел на поле, захотел стать футболистом, пришел, записался. Сейчас мне понравилось. Сейчас уже четвертый год хуже. Мини-футбол только с виду простой и универсальный вид спорта. Занятие им на регулярной основе – настоящая комплексная тренировка. Мини-футбол – это является игровой вид спорта. Это быстрота, ловкость, умение передвигаться по площадке, видение поля, сила ног, сила ума. Это очень нужно для игрока. Набор ведется у нас с 7 лет в спортивную школу. Берем пока всех детей, просматриваем, учим их. В первую очередь это учим правильно бегать, правильно прыгать, правильно ножки ставить. В спортивной школе расписание тренировок разработано с учетом всех санитарно-эпидемических норм. Во время перерывов между занятиями проводят проветривание помещений, дезинфицируют поверхности. Всю подробную информацию о том, какие документы необходимы для зачисления, можно найти на сайте спортивной школы или в группе спортивного учреждения ВКонтакте.